МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то непобедимая военная машина Гитлера теперь отступала. Союзники на западе и России на востоке сжимали в стальные клещи потрепанные остатки армии Рейха. Последние надежды Германии возлагала на оружие возмездие. Ракета Фау-2. Такого оружия мир еще не видел. Это был огромный скачок в истории военной техники. Непилотируемые снаряды, летящие со сверхзвуковой скоростью, разили без предупреждения. В отчаянной попытке повернуть ход истории вспять нацисты выпустили более трех тысяч ракет. Эти ужасные снаряды ударили Пантверпену, Парижу и Лондону. После высадки десанта союзников в Нормандии пусковые установки были захвачены, и Англия оказалась в недосягаемости. Однако союзники готовились к будущему, к следующей войне. В ходе сверхсекретной операции «Скрепка» американцы вывезли в США лучших ученых-ракетчиков Германии. Многие из создателей проекта Фау-2 уже были эвакуированы, но не все. Берлин, окруженный советскими войсками, сдавался квартал за кварталом, и до полного поражения оставалось лишь несколько дней, после чего ученые, не успевшие эвакуироваться, попадут в руки русских. Я должен был этому помешать. Генерал-майор Ганс фон Айзенберг тайно договаривался о безопасном коридоре для своей команды. Пятерых руководителей программы Фау-2. Он встретился со своим русским связным у Бранденбургских ворот. Это был мой единственный шанс уничтожить его, прежде чем он сможет заключить сделку. Я был готов, собран и уверен в себе. Я еще не подозревал, что это задание станет самым сложным из всех, за которые я брался. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА